Путешествие одной бутылки. С 2016 года на алкогольном рынке региона начала свою работу единая государственная автоматизированная информационная система, сокращенно ЕГАИС. Она позволяет отследить передвижение спиртсодержащей продукции от заводского конвейера и до конкретного покупателя. Значит ли это, что у подделки больше нет шансов попасть на прилавки и каковы результаты работы системы в Ивановской области? Михаил с недавних пор в магазин ходит исключительно со смартфоном. Если душа запросит чего-то покрепче, чем кефир, бутылочки покупатель проверяет с помощью специального приложения. Называется оно антиконтрафакт алка. Сканирование марки позволяет проверить соответствие информации, нанесенной на бутылку данным, зафиксированным в ЕГАИС. QR-код на чеке подтвердит легальность покупки. До кассовой зоны, как бы еще не доходя, можно проверить алкоголь как на витрине и убедиться в легальности алкогольной продукции. Ну, что в этом магазине домашней, я уверен, что она легальна и все прекрасно. Но все равно из-за своей, как бы, длительности я проверяю и после кассы, и до кассы. Механизм ЕГАИС удобен для контролирующих органов и для потребителей. Легальный, а значит безопасный для жизни алкоголь, продается только в лицензированных розничных магазинах. Там покупатель без труда найдет нотари со спиртным федеральные специальные или акцизные марки. А на кассе получит чек с QR-кодом. По сути, ЕГАИС – это гарантия качества продукции. Это обязательно лицензионное требование, поэтому, как я уже говорил, отсутствие ЕГАИС, да, это подтвердит вам наличие QR-кода, да, на чеке. И его, если вы отсканируете, там будет описано, что это за продукция, где она должна быть. И даже если у вас будет специальное приложение на смартфоне установлено, вы можете в онлайн отправить сразу жалобу в Рослоколе регулирования, да, по данному факту. Но это не значит, что паленого алкоголя больше нигде нет. Административный департамент периодически сообщает о совместных с полицией рейдах по выявлению контрафакта. Продают из-под полы, как правило, тех, у кого нет лицензии. В последнее время закон меняет свою силу и ужесточение происходит. На сегодняшний день штрафы повышены, увеличены за торговлю без лицензии и за торговлю контрафактной продукцией. Но меры, может быть, недостаточные еще, потому что на рынке все-таки есть контрафактная продукция и скрывать здесь нечего. Оборудование системы ЕГАИ стоит в среднем около 50 тысяч рублей. Этот магазин на улице Сакко областного центра открылся совсем недавно. Чтобы работать легально и заполучить доверие покупателей, сразу приобрели все, что необходимо для реализации алкогольной продукции. Это обычный сканер на кассовом аппарате 2D, который читает и штрих-код на товаре, и штрих-код акцизной марки. А больше ничего особенного не нужно для этого. И еще одна шпаргалка для потребителя. Легально алкоголь не может стоить дешевле, чем это установлено государством. Цена бутылки водки объемом 0,5 литра не может быть ниже 205 рублей, коньяка 371 рубля, бренди 293 рублей, а 0,75 шампанского дешевле 164 рублей. Купить горячительное к новогоднему столу можно будет по ценам текущего года. Повышение акцизов на алкоголь в ноябре-декабре не планируется. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.